Безопасность и бесперебойная работа железнодорожного транспорта во многом зависит от профессионализма и слаженных действий локомотивных бригад. Им доверены жизни сотен пассажиров и сохранность десятков тонн грузов. Именно поэтому профессию машиниста по праву называют самой главной на железной дороге. Необходимо помнить, что соблюдение правил, регламентов и инструкций членами локомотивной бригады – это отсутствие чрезвычайных происшествий на маршруте, срок доставленной грузы и спокойствие пассажиров. В состав локомотивной бригады входят машинист локомотива и помощник машиниста. В необходимых случаях – дублер помощника машиниста. На российских железных дорогах принят следующий порядок явки локомотивных бригад на работу. В назначенное нарядчиком время машинист и помощник машиниста являются к дежурному по депо и, удостоверив личности, получают направление на прохождение инструктажа и предрейсового медицинского осмотра. Локомотивная бригада проходит предрейсовый инструктаж и подтверждает усвоение материала. После этого локомотивная бригада направляется на прохождение предрейсового медицинского осмотра. Он проводится не ранее, чем за час перед началом работы. При осмотре проверяется состояние здоровья одновременно машиниста и помощника. Во время осмотра определяется отсутствие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Измеряются артериальное давление и пульс. Выясняется продолжительность отдыха. Оценивается общее физическое состояние. Дату, время и факт прохождения медосмотра фельдшер удостоверяет штампом в маршруте. Дежурный по депо выдает необходимые носители информации для устройств регистрации параметров движения. Делает об этом отметку и проставляет свой штамп установленной формы в маршруте. Затем машинист и его помощник направляются к месту приемки локомотива. Маневровые локомотивные бригады, работающие на линейных станциях, проходят предрейсовый медицинский осмотр порядком, определенным приказом начальника отделения железной дороги, а при отсутствии отделений приказом начальника железной дороги. Локомотивная бригада производит приемку локомотива в соответствии с требованиями приказа начальника эксплуатационного локомотивного депо. Локомотив, предъявляемый локомотивной бригаде для приемки, должен быть технически исправен. Принят следующий порядок приемки локомотива. По журналу «Формы Ту-152» машинист должен убедиться в выполнении ранее записанных заявок на ремонт. Помощник машиниста проверяет укомплектованность локомотива тормозными башмаками. После этого он проверяет состояние пневматических тормозных систем локомотива. Помощник машиниста проверяет исправность автосцепного устройства и концевого крана магистрали пневмотормоза. Под контролем помощника машинист проверяет подачу песка. Помощник машиниста обходит локомотив, проверяя исправность и целостность элементов колесных тележек. В это время машинист тщательно осматривает машинное отделение локомотива. Убедившись в исправности локомотива, машинист устанавливает носитель информации в устройство регистрации параметров движения поезда. В случае применения бумажной ленты, машинист проверяет исправность пишущих элементов и устанавливает точное время. После этого машинист локомотива включает устройство автоматической локомотивной сигнализации и запускает систему пневматических тормозов. Поднимаю только приемник! Понятно, что я буду. Убедившись в подключении к контактной сети, машинист включает основное оборудование локомотива и проверяет его работоспособность. После этого машинист по показаниям манометра проверяет действия автоматического и вспомогательного тормозов. Помощник машиниста обходит локомотив, контролируя работу тормозов лично. Убедившись в исправности тормозных систем, помощник машиниста изымает тормозные башмаки из-под колес локомотива, отпускает ручной тормоз. При смене локомотивных бригад на станционных путях, в том числе на удаленных станциях, а также без отцепки локомотива, перечень работ по приемке локомотива указывается в приказе начальника депо. Локомотив готов к отправлению. После доклада дежурному по депо, машинист получает от него план маневровых передвижений по станции. Руководствуясь показаниями светофоров, машинист начинает движение. Управлять локомотивом разрешено только из передней по ходу движения кабины. Во время смены кабины управления, помощник машиниста находится в оставляемой кабине и контролирует по манометру величину давления в тормозных цилиндрах. Машинист локомотива обязан после перехода в рабочую кабину включить устройство автоматической локомотивной сигнализации и убедиться в том, что радиостанция включена. После каждой смены кабины управления, до начала движения локомотива, машинист проверяет действия автоматического и вспомогательного тормозов. Сразу после начала движения, на скорости 3-5 км в час, машинист обязан проверить действие вспомогательного тормоза до полной остановки локомотива. Двигаться по пути, на котором находится подвижной состав, необходимо со скоростью, обеспечивающей остановку локомотива на расстоянии 50 метров до первого вагона. Сцепка локомотива с составом происходит под наблюдением помощника машиниста. Он проверяет исправность автосцепки и проходимость тормозной магистрали. Во время сцепки помощник должен находиться в зоне видимости машиниста. Локомотив сцепляется с составом. Помощник машиниста соединяет рукава тормозной магистрали и открывает концевые краны сначала у локомотива, затем у вагона. После выполнения всех необходимых операций помощник приглашает машиниста. Так как основная ответственность за состав возложена именно на машиниста, он должен лично проконтролировать надежность и качество сцепки поезда с локомотивом. После сцепления локомотива с грузовым составом машинист кратковременным движением от состава должен проверить надежность сцепления и работоспособность тормозов поезда. Сцепление локомотива с пассажирским, почтово-багажным, грузопассажирским составом и составом, закрепленным специальными механическими упорами, машинист проверяет только по сигнальным отросткам замков автосцепок. После сцепки локомотива с составом и получения всех необходимых документов локомотивная бригада проверяет работу тормозных систем и выполняет регламент минута готовности. Внимание, минута готовности. АУСЭН и радиосвязь с дополнительным прибором безопасности. Включено. Перевозочные документы. Получено. А в тормозах поезда. Опробовано. Справка ВУ-45. Получено. Номер хвостового соответствует перевозочным документам. Предупреждение. Получено, сверено. Ручка крана машиниста. Во втором, в тормозной 5,2. Осматриваем поезд. С левой сигналов в установке нет. Понятно, с левой сигналов в установке нет. С правой сигналов в установке нет. Находимся на 19-м пути ЧМ-19 зеленый. Понятно, находимся на 19-м пути, с 19-го пути ЧМ-19. Открыт зеленый. Локомотивный зеленый. Зеленый локомотивный. Убедившись в том, что поезд готов к движению, локомотивная бригада докладывает об этом дежурному по станции. Получив от него разрешение, машинист начинает движение. Локомотивная бригада При подаче сигнала остановки или обнаружении внезапно возникшего препятствия, локомотивная бригада немедленно применяет все средства экстренного торможения для остановки поезда на кратчайшем расстоянии. При запрещающих показаниях сигналов, локомотивная бригада обязана останавливать поезд, не допуская проезда сигнала. Останавливать поезда следует только с применением автоматических тормозов. При стоянках на станциях и перегонах более пяти минут помощник машиниста, а в необходимых случаях машинист, осматривает экипажную часть локомотива и контролирует нагрев буксовых узлов. При сдаче локомотива локомотивной бригадой выполняется техническое обслуживание в соответствии с циклами его проведения. В журнал формы ТУ-152 вносятся записи о работе оборудования локомотива и неисправностях, выявленных в пути следования. Окончив работу, локомотивная бригада обязана прибыть к дежурному ПДП в полном составе, проинформировать дежурного о техническом состоянии локомотива, оформить маршрут машиниста и скоростемерную ленту. Затем локомотивная бригада проходит послерейсовый медицинский осмотр. После всех этих процедур локомотивная бригада является к нарядчику локомотивных бригад для получения информации о времени и месте предстоящей явки на работу. Важной составляющей в работе локомотивной бригад является организация отдыха после смены. Машинист и помощник машиниста испытывают нагрузки практически на весь организм. А также нервное и физическое напряжение. Поэтому для них разработаны специальные реабилитационные программы, включающие в себя лечебную физкультуру и массаж, термо- и водолечение, физиотерапию, галлокамеру, бассейн, сауну, занятия на тренажерах и многое другое. Отдых локомотивной бригаде должен быть предоставлен в соответствии с нормативами использования рабочего времени. Но во всех случаях он длится не менее четырех часов в доме отдыха локомотивных бригад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова